Всех приветствую на своем канале, а также на восьмой части создания оконного приложения на Windows. В этой части мы научимся подключать внешние устройства через Serial.com порт. Для эксперимента в качестве устройства я возьму микроконтроллер от Mega328 на плате формата Arduino Nano с конвертером CH340. Я написал небольшую прошивку, которая просто отправляет в порт число. Наша задача будет принять эти данные. Для функции работы с компортом я создам отдельный header файл. Сразу включим его в проект. Первая функция Serial Begin. В качестве параметров будут нужная нам скорость и номер порта. Нам понадобится создать две структуры. Первая задает параметры подключения, вторая задает длительность ожидания данных и различные задержки. Поскольку я буду одновременно работать только с одним устройством, я создам один общий handle, в котором будет содержаться информация о подключении. Перед началом нового подключения на следующий случай завершим предыдущие. На деле работа с портом аналогична работе с файлами. Для подключения мы будем использовать функцию Create File. Если вы не смотрели часть профайла, то рекомендую сначала посмотреть ее, а затем вернуться к этому видео. В качестве мини-файла мы должны задать com-порт. Обратив внимание, что указывать порт нужно не просто com и номер, а добавить спереди комбинацию слэша. Если этого не сделать, то мы не сможем подключить порт с номером выше 9. Теперь параметры доступа. Если мы хотим только принимать данные, то выбираем Generic Read. Если отправлять, то Generic Write. Я выберу как прием, так и отправку данных. Режим открытия Open Existing. Теперь если устройство не найдено, то в Handle будет значение Invalid Handle Value. В таком случае завершим функцию со значением минус 4. Оно будет означать отсутствие устройства. Далее, поскольку устройство найдено, то можно настраивать параметры. Получим начальные настройки. Если мы их не получили, то вернем значение минус 3. Если получили, то настроим нужную нам скорость. Размер байта я возьму стандартный 8 бит и 1 стоповый бит. Если не удалось задать новые параметры, вернем минус 2. Настроим длительность ожидания данных. Я поставлю минимальные, чтобы при отсутствии данных функция сильно не тормозила нашу программу. Если не удалось задать длительность ожидания, вернем минус 1. Если же все успешно, вернем 0. Для того, чтобы нам было более понятно, что происходит в программе, я создам функцию, в которую будем выводить статус. Мы будем просто устанавливать текст в Static Widget. Создадим перемену для хранения номера выбранного порта. Установим его по умолчанию 1. Перемену для хранения информации о том, подключен ли сейчас порт по умолчанию false. Перемену для хранения выбранной скорости по умолчанию 9600. Создадим функцию ConnectRequest, которая возьмет на себя подключение и отключение портов. Если мы уже подключены, то функция отключит порт и поставит статус Disconnected. Если порт не был подключен, тогда попробуем подключиться и проверим полученные значения через switch. Для каждого значения выводим соответствующий статус. Если код 0, то Disconnected с додаем true и выходим из функции. Для любой ошибки закрываем порт. Создадим функцию SerialRead. Сразу проверим, если нет подключения, то выходим из функции. Начнем ожидание приема данных с помощью функции Set.com.mask. Сообщим порту, что нам нужно дождаться приема данных. Если не удалось, значит устройство не отвечает и мы отключаем его. В остальном случае считываем данные с порта аналогично считанию файлов. Различие лишь в том, сколько символов нам нужно получить. Если нужно сразу вводить любой полученный символ, то поставим единицу. Я знаю заранее, что число будет размером в 10 символов, поэтому будем ждать их всех. После того, как мы прочли все нужные символы, я сразу выведу их в Edit Widget. Для подключения я создам меню, при нажатии на которое мы отправим запрос на подключение. Моя плата находится на порту 10, поэтому я выставлю его по умолчанию. Теперь, если мы подключились, будем принимать данные. Я буду проводить чтение прямо перед обработкой событий. Запустим приложение. Попробуем подключиться к пустому порту. Нам приходит сообщение, что устройство не подключено. Теперь подключим устройство и снова нажмем Connect. Как можем видеть, с устройства приходят данные. У меня теряется первая цифра, поскольку я указал размер буфера меньше, чем нужно. Исправим это и проверим входящие данные. Теперь все число принимается полностью. Сделаем также функцию SerialWrite. В качестве параметров будет буфер и количество символов, которые нужно отправить. Отправка делается на 2 тысяч на записи файла. Поскольку номер порта у устройств может быть различным, то нужно сделать возможность выбирать конкретный порт. В следующей части мы сделаем динамическое меню для выбора доступных портов. Надеюсь, это видео было тебе полезным. Если остались вопросы, задавай их в комментариях. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!